В эфире итоговая программа Вести Хакасия. События недели в студии Елена Крылова. Здравствуйте! И в начале о главных темах уходящей недели. В сегодняшней встрече у нас будет подписан некий документ. Когда мы его опубликуем, покажем всем, все будут понимать в конечном итоге, насколько крепкая все-таки вот эта связка Евраз-Руды и правительства Хакасия. Договоренность достигнута. Евраз извинился перед Хакасией за резкие высказывания. Промышленность в республике есть и будет. В обществе не может не существовать запрет. У нас есть запрет на убийство, допустим, у нас есть запрет на воровство, ну, какие-то другие запреты в виде закона. Они существуют и они соблюдаются. Ну, в какой степени соблюдается, тоже отдельный разговор. Плюс один запрет для российских граждан. Антитабачный закон подкрепили штрафами, где затяжка обойдется дороже всего. Позвенели из комитета и сказали прийти подписать анкету. Вот так и узнал. 82 дня до Олимпиады в Сочи. Олимпийский огонь все ближе к Хакасии. В пакел понесут самые достойные. Итак, главная тема уходящей недели. Евраз-Руда и власти Хакасии достигли договоренности. С промышленниками Виктор Зимин встретился в последний рабочий день в Семидневке. Конкурсный управляющий принес свои извинения о Хакасии и добавил, что его слова были неправильно интерпретированы. Напомню, в понедельник взрыв возмущений в Хакасии вызвало резкое заявление Андрея Денякина, управляющий директор Евраз-Руды. В крайне некорректной форме отверг предложение наших властей передать убыточные филиалы компании в распоряжение республики. «Лучше затопить шахты, чем отдать их Хакасам» – это прямая цитата с видеоселектора холдинга. Высказывание вызвало волнение в Абазе, шахтеры собрали подписи, попросили защиты у властей. Напомним, в августе Евраз обещал, что шахты будут работать и только наращивать темпы. Люди восприяли духом, поверили этим обещаниям, начали брать кредиты в банках, начали посылать детей учиться именно в те учебные заведения, которые востребованы были бы в металлургии и в строительстве шахты и подобычей руды. Люди сейчас, видя именно такое отношение компании к своему маленькому предприятию, как Абаканский рудник, я не боюсь этого слова, наверное, где-то в панике находятся. Почему? Потому что руды осталось буквально на год-полтора. И люди потеряют не только работу, но и средства к существованию. Потому что в Абазе устроиться будет просто-напросто негде. Добавим, что глава Абазы и бывший топ-менеджер этой же компании был удивлен таким неожиданным заявлением промышленников. Абаканский рудник – это, в общем-то, предприятие, которое являлось флагманом горно-рудной промышленности. В общем-то, это высокая производительность по бурению, на проходке, на добыче сырой руды. Это предприятие, которое имеет достаточно низкую себестоимость. Это предприятие, которое имеет хорошее химическое содержание железной руды, которое удобно в обогащении, которое берут с удовольствием металлурги. И, естественно, просто непонятно, почему именно это предприятие выпадает из этого металлургического цикла. Об этой ситуации Виктор Зимин говорил на совещании в правительстве. Могу ответственно заявить, что никаких революций там не будет. Два рудника будут работать, как работа. Потому что с руководством компании Евраз соглашение достигнут. А вот руководители на месте тут, Новокузнецкий, почему-то кипят. Ясность внесла личная встреча Андрея Денякина и Виктора Зимина, в ходе которой конкурсный управляющий принес извинения. Наша главная задача вместе с правительством Хакасии, именно с представителем правительства Виктором Михайловичем Зиминым, сделать все, чтобы предприятия работали, люди работали и была стабильность в регионе. Поэтому то, что выпреснуло снаружи, естественно, это нормальные рабочие слова. Были сказаны, не так, может быть, поняли, не так сказали. Но еще раз хочу сказать, что о чем пишут сегодня в газетах, говорят в интернете, значит, этого, конечно, никогда не будет. По итогам работы и сегодняшней встречи у нас будет подписан некий документ. Когда мы его опубликуем, значит, покажем всем, все будут понимать в конечном итоге, насколько крепкая все-таки вот эта связка Евраз-Руды и правительства Хакасии. На этой неделе в громком деле об убийстве Артема Карлышева появился первый подозреваемый. Это бывший член спортивного клуба «Реформация» Юрий Дударев. 13 ноября суд Абакана арестовал Дударева на полтора месяца, пока длится предварительное следствие. Сам подозреваемый свою причастность к убийству Карлышева не признает. Предварительным следствием установлено, что в ходе драки около киноцентра «Наутилус» обвиняемый нанес Артему Карлышеву несколько ударов ногами в область шеи и предплечья, что впоследствии повлекло его смерть. Напомню, конфликт молодых людей случился еще в мае. Изначально следователи не заводили уголовное дело, ссылаясь на отсутствие признаков преступления. Однако близкие погибшего утверждали обратно и даже провели протестный митинг. После шумихи было проведено несколько медэкспертиз и расследование. Все же получил охот. Задержанному Дудареву может грозить до 20 лет тюрьмы. Проследование по особо важным делам. Пока я, конечно, ребята молодцы. Честно работу делают. Дальше еще пока выводов никаких. Но что раньше было, то вы видели. На контроле и у Каневских, это у руководителя, у контроля и у Виктора Михайловича лично. Так что думаю, что все-таки, наверное, будет справедливость. Вет-инспекция Хакасия арестовала полтонны мяса у ширинского перекупщика, но после проверки разрешила отправить на прилавки. Какая-то женщина прибегала, что корова у нее рожает, и его вызван быстренько, чтобы он как-то торопился, бежал туда, и все, я не знаю, ничего такого. Рейд прошел 13 ноября. Подозрение вызвал грузовик. В грязном кузове лежала говядина и свинина под брезентом. Документы у перекупщика оказались на руках, но инспекторы все же решили сделать повторный анализ. Делая повторную экспертизу, выявляем очень большое количество нарушений. И фенос находим, и кроцелиоз, и фасциолиоз, и хинококкоз. То есть много чего сгибнули. Бракуем мясо, и хряк попадается. Поэтому мы все тут перевариваем, пережариваем. Результаты анализа показали. В мясе нет ничего опасного, продавать можно. А вот другому предпринимателю на Вести в это утро повезло меньше. У него никаких документов не оказалось. Инспекторы штрафовали фермера на 3000 и арестовали говядину. Ветинспекция констатирует, в последнее время в этой отрасли все больше нарушений. Самая частая мясная приправа – личинки бычьего цепня. Снаряд от миномета обнаружил житель Абакана в Енисеи. Любитель подводной охоты наткнулся на опасный предмет в районе Братского моста. На рыбу хочется, а тут думал рыба. Погрузился, а смотрю металлический предмет овальный, весь ржавый. Поближе, когда присмотрелся, уже понял тогда, что это военный предмет, похоже на бомбу. Болванку мужчина сначала заснял на камеру прямо под водой, а затем позвонил в полицию. Доставали опасный улов водолазы, спасатели. Вся процедура заняла несколько часов. Как выяснилось, снаряд оказался учебным. Однако полицейские изъяли предмет для дальнейшего изучения. Предстоит также выяснить, как болванка оказалась в Енисеи. Стоит отметить, это уже шестой случай с начала года, когда жители Абакана сообщают об обнаружении снарядов. Полный автобус нелегалов остановили сотрудники ФМС. На этой неделе гастарбайтеры ехали из Абакана прямиком в Узбекистан. Проверка документов показала, 34 иностранца находятся в России нелегально. И несмотря на то, что они уже едут домой, по закону наказания не избежать. Срок пребывания иностранного гражданина 90 суток. Только выдворение за пределы Российской Федерации. Ну и административный штраф от двух до пяти тысяч. Сотрудники Федеральной миграционной службы занесли данные каждого в общую картотеку. После выдворения нелегал не сможет проехать в Россию в течение пяти лет. Теперь пачки сигарет и все, что с ними связано, по телевизору не увидишь. На этой неделе узаконены изменения в рекламе. С 15 ноября реклама табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей запрещается к распространению любым способом в любое время и с использованием любых средств. Напомню, в октябре ФАС запретил рекламу БАДов, лекарств и медицинских услуг. Теперь очередь дошла до сигарет. Антимонопольщики пугают серьезными штрафами. Юридическим лицам нарушение закона обойдется в 600 тысяч рублей. А вообще минувшая пятница – день старта очередного этапа в борьбе государства с курением. С 15 ноября за появление сигаретой в неположенном для этого месте начнут штрафовать. Эксперты рассчитывают, что теперь в стране начнет исполняться антитабачный закон, вступивший в силу лета. И потребление табака снизится. Противники закона, конечно, в основном курильщики считают, что документ цироиды и запреты толку не принесут. О новом шаге антитабачного закона – следующий сюжет. Антитабачный закон прибавил работы всем. Курить теперь нельзя в учреждениях образования и культуры, больницах и санаториях, остановках и вокзалах, поездах и самолетах, а также в местах отдыха, в гостиницах, на детских площадках, в офисах и подъездах. Проверять, как исполняется требование, будет ряд госструктур. Например, потребнадзор и Ространснадзор. Собственно, следить за порядком будут полицейские. Хочется посоветовать гражданам, если на ваших глазах совершается правонарушение, лучше зафиксировать все это на фото, либо видеокамеру, где бы стояло число, то есть дата совершения правонарушения и время. Эти материалы будут хорошей доказательной базой в суде. Штрафовать будут по общей системе. Цена вопроса от 500 до 1500 рублей за курение в неположенных местах. И от двух до трех тысяч рублей, если неположенным местом, окажется детская площадка. Если предложишь сигарету ребенку, заплатишь две тысячи рублей. Если этот ребенок еще и свой, придется выложить три. Проданная несовершеннолетнему пачка сигарет в магазину обойдется в 150 тысяч рублей. Наказывать курильщиков сможет и работодатель по Трудовому кодексу, пишет Российская газета. Работодатель может издать приказ о запрете курения на своей территории. Затем, как это происходит из-за других нарушений, выносятся предупреждения, выговоры и так далее. Вплоть до увольнения. Закон о запрете курения для России принципиально новый. За всю историю ничего подобного не было. Скорее всего, поэтому он и вызвал столько споров. Противники говорят, запретами ничего не сделаешь. Вызовет обратную реакцию. Вы знаете, что существует, например, такая статья, 158-я статья в Уголовном кодексе, в соответствии с которой кража наказуема. Ну, существует действительно такая статья. Вы пойдете воровать на зло государству или на зло кому-то еще? Наверное, нет, да? Ну, поэтому это абсурдизм. Сегодня в России курят больше половины мужчин и каждая пятая женщина. Всего под влиянием вредной привычки 43 миллиона человек. По мнению психолога, виной всему многолетняя шаговая и ценовая доступность сигарета. Это также хитрая реклама. Кроме того, от чего особенно пострадала молодежь, производители сделали сигареты красивыми. Раньше, когда в магазинах продавали только табак, в невзрачных пачках, шарма не было, желающих курить было меньше. Позвенили из спорткомитета и сказали прийти подписать анкету. Вот так и узнал. 82 дня до Олимпиады в Сочи. Олимпийский огонь все ближе к Хакасии. И факелы понесут самые достойные. 17 ноября – Международный день студента. Какие цели преследуют сейчас, когда берутся за гранит науки? И какими они были в советскую эпоху? Быть полезным в первую очередь родине. Дайте хорошую работу с хорошей заработной платой. Кларнет, который лично слушала королева Великобритании Елизавета II. В Абакан впервые приехал лауреат многочисленных международных фестивалей, солист Московской филармонии Игорь Федоров. Все давалось и дается до сих пор большим-большим трудом. Я стараюсь трудиться. И у меня как-то никогда не было особенно таких моментов, когда вот само, знаете как. Эта неделя надолго запомнится пяти семьям Хакасии. В среду тем, у кого в доме семь и больше детей, вручали микроавтобусы. Церемония прошла на Первомайской площади. Утро среды наша съемочная группа провела в гостях у одной из многодетных семей. В семье Стальмаковых из Абакана семь детей. Самой старшей – Кати, 12 лет, а младшим – двойняшкам по два года. Утро проходит традиционно. Завтрак, сборы в школу и на работу. Старшие помогают маленьким. В доме, несмотря на семерых ребятишек, уютно и спокойно. Проблема у них одна – транспорт. Машина имеется, но как разместить в обычной «Ладе» большую семью – вопрос каждодневный. Чаще всего возим на машине. То есть, всех, допустим, посадить не удается? Ну, удается, но нарушение правил. Штрафуют? Еще не штрафовали. Стальмаковы любят совместные путешествия. Узнав, что в этом году получат микроавтобус, очень обрадовались. Ведь теперь семейный отдых откладывать не придется. Много ездим. И то в Красноярске ездим, в зоопарк. На природу ездили. В этот раз мы летом ездили на Ивановские озера. Очень понравилось. Хотя дождь шел, было, все вымокли. Но было очень интересно, всем очень понравилось. За микроавтобусом приехали вчетвером. Когда получили ключи, сразу же пошли смотреть дорогой подарок. Просторный салон и удобные сидения оценили в первую очередь. Мы очень рады. Машина хорошая. Будем ездить на отдых. Будем с семьей везде ездить. Ездимся. Машина большая. Остальные семьи не исключение. От такого презента ни одна не осталась равнодушной. Хорошо. Очень понравилось. Очень понравилось. Хорошо. А то понемножку всех возили. Сейчас опыта всех повезет. Напомним, с 2011 года в Хакасии действует закон, благодаря которому многодетные семьи, имеющие 7 и более детей, получают в подарок от правительства импортные микроавтобусы. За три года вручили 13 автомобилей. Тем не менее, с каждым годом число очередников растет. Сейчас их 39. И эта тенденция власти только радует. Надеюсь, что с приобретением этих семейных автомобилей перед вами откроются новые возможности для совместного отдыха и путешествий по родной республике. Пусть техника надежно работает и поможет вам в ваших добрых делах. Анна Ахмашева, Ольга Пескова, Сергей Казмин. Вести Хакасия. События недели. Через неделю в центре Абакана перекроют улицы. Город начнет подготовку к эстафете Олимпийского огня. Напомним, факел в Хакасию прибудет 27 ноября. За два дня до этого по его маршруту в городе начнут устанавливать сценические площадки и наряжать улицы. Кто понесет огонь, интрига еще есть. Но некоторые факелоносцы уже известны. Один из них – спасатель Александр Барковский. Его заслуги известны далеко за пределами Хакасии. За спасательную операцию на Саяно-Шушинской ГЭС Александр Барковский был награжден орденом мужества. А Владимир Путин лично поблагодарил его за работу. Позвенели из спорткомитета и сказали прийти подписать анкету. Вот так и узнал. Александр в группу факелоносцев рекомендовал коллектив южносибирского отряда за профессионализм и самоотверженность. Во время аварии на САШ-ГЭС Александр со своими коллегами обнаружил двоих людей. В затопленных помещениях оставались воздушные мешки. Именно там их и нашли водолазы. Сейчас мы со спасателями разговаривали. Даже люди, видавшие виды, и то у них нервы не выдерживают. В следующем году будет уже 20 лет, как Барковский помогает тем, кто попал в беду. За это время испытать пришлось многое. Зачастую спасателей вызывают тогда, когда шанс на жизнь остается буквально один из ста. Отработанная техника и хладнокровие. В стрессовой ситуации помогают найти верное решение за доли секунды. Страха такового нет. Даже если начинаешь работать, привыкаешь, в первую очередь ты оцениваешь ситуацию, смотришь степень риска. То есть сломя голову куда-то и зачем-то, тут тоже никто не лезет. Специального образования у спасателя первого класса Барковского нет. В 1994 году этому не обучали. Для помощи людям привлекали членов туристических организаций. Тех, кто мог выжить в природной среде, в экстремальных условиях. Оттуда и попал Александр в ряды самого первого спасательного отряда Хакасии. Никто не думал, что из простого парня, занимающегося туризмом, получится один из надежных профессионалов. Множество ведомственных наград и знаков отличия тому свидетельство. А работаем мы как бы не за благодарность. Мы ее не ждем как таковую. Зачем? Если хотели благодарность, это надо в театр идти, там в ладоши хлопаются. И к профессиональному признанию, и к работе семья спасателя привыкла. Поэтому, когда узнали о том, что он удостоен чести нести огонь, не удивились, но очень обрадовались. Эти мероприятия еще поднимают у нас в душе, там какой-то этот самый патриотизм, там смотришь, ну все равно переживаешь за своих. Включаешь телевизор непосредственно, ну непосредственно то, что идет, зато и болеешь. Сам Александр за соревнованиями Сочинской Олимпиады будет следить по мере возможности в свободное от работы время. Константин Кравцов, Ольга Пескова, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. Всей республикой помогли встать на ноги. Домой после курса реабилитации в Китае вернулся спортсмен Дмитрий Туниеков. Хотелось бы сказать спасибо огромное всем за помощь, за поддержку, что трудные ситуации. Вовремя помогли, что все так получилось, благополучно, лучше стало намного. Напомню, Дмитрий занимался вольной борьбой. Больше года назад на тренировке он серьезно травмировал позвоночник. Спортсмену сделали операцию в Германии. Доктор продолжает наблюдать за Димой. Он тоже доволен результатами. Краус, мы приезжали к нему в мае месяце, после Словакии. И он был приятно удивлен тем, что Дима уже много чего делается. И он прямо сказал, что это чудо. Крестный говорит, что это чудо высотворили. Он улыбается. Сейчас Дима идет на поправку, но чтобы полностью выздороветь, ему еще не раз придется съездить за границу на реабилитацию. Семье нужны деньги. Связаться с ними можно по телефону, который сейчас на экране. Кларнет, который лично слушала королева Великобритании Елизавета II. В Абакан впервые приехал лауреат многочисленных международных фестивалей. Солист московской филармонии Игорь Федоров. Моя коллега Анна Ахпашева беседовала с ним в нашей студии. Интервью далее в нашем эфире. Сегодня у нас в гостях всемирно известный кларнетист, концертирующий солист Игорь Федоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Не так часто у нас в гостях бывают такие именитые звезды, не побоясь этого слова. Очень приятно. Давайте начнем с того, что вы подготовили совместный концерт с нашим симфоническим оркестром. Ваши первые впечатления от музыкантов? Ваши впечатления замечательные, потому что, когда приезжаешь в какое-то место первый раз, тем более я первый раз в Хакасии, первый раз в Абакане, горящие глаза у музыкантов и желание делать музыку, и желание творчества. Бывает, что люди отсиживают репетицию с 10 до часу и все, и домой. И нам не важно, как это будет. Тут и у маэстро, и у музыкантов оркестра я вижу такое горячее желание что-то сделать, тем более очень интересная программа у нас. И как бы вот с самого начала мы что-то придумываем. Вообще без привлечения вам есть, конечно же, с чем сравнивать. Вы выступали, по нашей информации, даже перед королевой Великобритании Елизаветой II. Папа Римский слушал ваше выступление. Подскажите тогда, каким чудом удалось заманить вас к нам? В принципе, отдаленный регион. Да, вы знаете, просто приглашением, потому что я с удовольствием приезжаю в даже самые маленькие города, и иногда даже в самом маленьком месте, да, казалось бы, да, где-то. Вот я был фестиваль Дмитрия Когана, например, в Челябинске, и мы давали еще несколько концертов в небольших городах под Челябинском. И вот я помню замечательные мастер-классы, и ребята, и учатся на кларнете огромное количество, и я даже не ожидал такого, да. Вас привели или вы пришли в музыку в пять лет? Это не рано, вот на ваш взгляд? Даже раньше, потому что, понимаете, у меня родители музыканты, у меня папа пел в большом театре, в хоре, мама у меня музыкальный журналист, и музыкальный критик, и пианистка замечательная, и симфонический дирижер. И скрукт. Да, и просто, понимаете, как, ну если в семье физиков, соответственно, я был бы физиком, если вот в семье музыкантов я, у меня, может быть, не было врядов, потому что в детстве, очень часто прогуливая детский сад, я с папой приходил в большой театр и сидел на репетициях, просто вот на стульчике он меня сажал, и всю репетицию, там, двух-трехчасовую, я сидел и слушал, вот как раз золотой век был большого театра, в 80-е годы, совершенно феноменальные постановки, и до сих пор я это помню. И, понимаете, вот это, когда ты впитываешь, это с самого детства, там, с трех лет, с четырех лет, то дальше, вот я в пять лет поступил в нулевой класс, есть две нулевки, как мы называем, в гнесинской школе, и вот, в общем-то, это началось. Я не был вундеркиндом, да, вот так вот, как говорят, что вот Богом, да, помазанный, что ли, человек, да, Богом определенный. Нет, как бы, не знаю, мне кажется, что все давалось и дается до сих пор большим-большим трудом. Вот я стараюсь трудиться. И у меня как-то никогда не было особенно таких моментов, когда вот само, знаете, как... А выбор инструмента? Ведь необычный такой. Вы знаете, выбор инструмента... Какой произошел? Я изначально начал играть, естественно, на рояле. Ну, многие, как многие, да. Но так получилось, что я очень часто болел всякими... Насморк и ОРЗ бесконечно. Бесконечно у меня было, я практически вот выздоравливал и через три дня заболевал опять. И посоветовали, маме моей посоветовала знаменитая педагог, фортепианный Анна Павловна Кантера, это педагог Евгения Кисина, знаменитого пианиста на весь мир. Она сказала, что, в общем, мужчина должен быть, если пианистом, то таким, как Женя Кисин. Вот, а тогда очень трудно зарабатывать вообще, быть в жизни кем-то, да. И оказалось, что в школе замечательный педагог, выдающийся человек, у которого я проучился всю жизнь, это Иван Патеревич Мозговенко, профессор, народный артист СССР и лауреат множества конкурсов, и играющий, игравший с Гилельцем, с Рихтером, с квартетом Бородина всю жизнь. В общем, выдающийся человек. И я поступил к нему. А играть на духовом инструменте – это очень полезно. Разрабатываются лёгкие. Это очень полезно. Разрабатываются лёгкие. Вообще вот это вот и правильное дыхание, вы знаете, на духовых инструментах, у нас же специфическое дыхание, оно отличается от обычного дыхания человека, да. Оно, как, опять же, я не так давно выяснил, это йоговское дыхание. То есть йоги идут вот к этому дыханию, да, это у них как вот процесс, да, их мантра, там, вот этого, да. А мы это делаем вот за нашими инструментами, в общем-то, исполняя музыку и занимаясь дома. Вы выступали на самых значимых мировых площадках. Осталось ли ещё то, к чему есть стремиться, так скажем? Есть ли какая-то мечта, планы, может быть, ближайшие озвучите? Ну, знаете, планов очень много, планов в основном и репертуарных, и концертных, и фестивальных. В общем, я собираюсь делать много очень вещей, развивать и делать. Ну, ближайшие планы, вот мастер-классы в Новосибирске, в Екатеринбурге. Я туда поеду, и вот мастер-класс будет, кстати, и в Абакане. Вот немножечко мы его приплюсовали к концерту. И да очень-очень большие планы и в Москве, и в Доме музыки концерты, и на Западе. Нам остаётся лишь надеяться, что наши зрители вас не разочаруют, и вы ещё раз к нам приедете. С большим удовольствием, конечно. Спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо, с удовольствием. Напомним, сегодня у нас в гостях был всемирно известный кларнетист, концертирующий солист Игорь Фёдоров. 17 ноября – Международный день студентов. Его отмечают практически во всех странах мира. Сегодня мы решили сравнить, какими они были в советскую эпоху, для чего учились и какие цели перед собой ставили, и какие приобрететы имеют те, кто грызёт гранит науки сегодня. Оказалось, хоть страна и стала другой, главное – осталось прежним. Что нам известно? Куртичка на карте, а там нас ждут огромные дела. 60-е и 70-е годы – время романтики и пафоса. Грандиозные проекты по всей стране. С каждым днём Союз становится всё сильнее. На передовой строительство светлого будущего те, кто планировалось, и будут жить так, чтобы с каждого по возможностям, каждому по труду. Самое главное в любом институте, кто учился, быть полезным в первую очередь родине. Учёба наша, стремление учиться было к тому, чтобы народу мне жилось лучше. Да, я верила, что я своим трудом поезду принесу какую-то. И самой нравилось. Да я и сейчас продолжаю учиться. Помимо получения знаний у советского студента было много забот. Каждую осень строим копать картошку. Время от времени субботники благоустраивать, садить деревья в парках. По известным датам на площадях демонстрировать единство большой страны. Надо строить новые посёлки или городу пора расти. Опять те же студенты в стройотрядах. Учились четыре года в нашем тогда государственном педагогическом институте. И все четыре года были участниками стройотряда, который строил университет нынешний. И в главном корпусе мы всего-навсего поучились. Всего-навсего где-то полгода. В здание, которое построил студотряд пединститута, сегодня уже другие люди. Пафосных речей о родине от них не слышно. Найти хорошую работу с хорошей заработной платой. И дальше идти по королевной лестнице и добиться успеха в жизни. Благополучие страны складывается из благополучия каждого. Уверена современная молодёжь. И цели сегодня ставят только для себя и вполне достижимые. Главное – найти дело по душе. Вот я, например, по натуре, я педагог. Вот я занимаюсь активной деятельностью и общественной работой, и музыкальной. Ну и также во всяких физкультурно-массовых мероприятиях. Я хочу сказать, что посещать, занять и участвовать где-то – это очень важно. Я учусь на учителя, я принесу детям свои знания, и дети смогут, ну, как сказать, брать с меня пример, то, что, ну, как нужно вести себя, например, в обществе. Это была программа «Вести Хакасия». События недели смотрите нас в повторе сегодня вечером на телеканале «Россия-24». А в следующее воскресенье здесь же в это же время мы вновь подведём итоги за очередную семидневку. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!